Всем привет, друзья! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Сегодня я хочу вам посоветовать школу IT-технологий Skill Factory, которая предлагает 6-месячный онлайн-курс для тех, кто хочет освоить язык программирования Python, не затратив при этом годы на обучение и стать востребованным спецом на рынке труда. К совершению курса вы уже будете готовы брать заказы на фрилансе и создавать собственные проекты. Новый набор на курс стартует ежемесячно. Переходите по ссылке в описании под этим видео. На сайте есть также полная программа курса. Всем рекомендую! А мы продолжаем уроки Python. В прошлом 10-м видео курса уроков по Python мы рассмотрели подробно, как работать со строками и их методы. Если вы не смотрели это видео, то обязательно посмотрите. В этом видео мы обсудим встроенные средства Python для работы с файлами, а то есть открытие, закрытие, чтение, запись и тому подобное. Python поддерживает множество различных типов файлов, но условно их можно разделить на два вида. Это текстовые и бинарные. Текстовые файлы это, к примеру, файлы с расширением CVS, TXT и HTML. В общем, любые файлы, которые сохраняют информацию в текстовом виде. Бинарные файлы это изображение, аудио, видеофайлы и тому подобное. В зависимости от типа файла, работа с ним может отличаться. При работе с файлом необходимо соблюдать некоторую последовательность операций. Во-первых, это открытие файла с помощью метода open. Второе, это чтение файла с помощью метода read или запись в файл посредством метода write. Ну и третий этап это закрытие файла методом close. И давайте теперь на примере рассмотрим все эти шаги. Создадим файл в папке Python, где хранится наш файл, с которым мы, собственно, работаем. Назовем его example.txt. Давайте запишем x.txt, чтобы не прописывать очень долго это название каждый раз. Чтобы начать работу с файлом, его необходимо открыть. Как вы помните, используем функцию open. Выглядит она таким образом. Вот она функция open, только не в файле .xtxt, а в файле first.py. Далее здесь нам нужно задать два параметра. Первый параметр функции представляет путь к файлу. Путь файла может быть абсолютным, то есть начинаться с буквы диска, там, допустим, d, там какие-то папки у вас и тому подобное. А может быть относительным. Например, мы создали файл first.py, далее создали файл x.txt, далее в папке x.txt можем создать новую папку, назвал ее folder, сюда переместить данный файл. И далее здесь будет путь к данному файлу folder x.txt. В таком случае поиск файла будет идти относительно расположения запущенного скрипта файла Python. Второй передаваемый аргумент это установка режима открытия файла в зависимости от того, что мы собираемся с ним, собственно, делать. Существует четыре общих режима и остальные режимы, вы сейчас их видите на экране. Это read, то есть файл открывается для чтения, write, файл открывается для записи. Если файл отсутствует, то он создается, если подобный файл уже есть, то он создается заново и, соответственно, старые данные в нем стираются. А append, это файл открывается для дозаписи и бинарный, используется для работы с бинарными файлами. Применяется вместе с другими режимами W или R. К примеру, мы будем использовать режим A, append. И после завершения работы с файлом его обязательно нужно закрыть методом close. Этот метод освободит все связанные с файлом используемые ресурсы. И давайте сделаем все по уму. Определим для начала переменную, назовем его файл. Далее будем использовать данную функцию open. Давайте уберем файл из папки. Поместим его прямо к основному файлу firstpy. Для начала давайте установим режим read. Откроем файл xtxt. Добавим сюда какой-то лорем, параграф лорема. К примеру, он будет выглядеть сейчас вот так. Либо скопируйте любой текст сюда, который вам угодно. Далее мы хотим поработать с данным файлом. Только здесь нам нужно будет потом использовать переменную, к которой мы присвоили данный файл. И здесь, допустим, давайте прочитаем из него информацию из этого файла. Для этого есть несколько способов. Первый это метод read. Давайте сразу запринтим его. Нам нужно вызвать функцию read в контексте данной переменной файл. Соответственно, выглядит это таким образом. И давайте откроем терминал. И здесь уберем папку, которую мы прописывали. И, соответственно, мы выведем тот текст, который у нас записан в нашем файле. Ну, думаю, что с этим очень все просто. И перейдем дальше. В данном случае мы прочитали весь файл целиком. Данный метод read, читающий весь файл целиком, если он был вызван без аргументов. И он может читать определенное количество символов, если будет вызван с аргументом. То есть, давайте, к примеру, мы хотим вызвать 10 символов. Мы видим разницу, как это все работает. То есть, в качестве аргумента метода можно передать количество символов, которые нам нужно считать. Далее давайте рассмотрим метод readLine. Записывается он таким образом. Ну и, как вы понимаете, он считает у нас первую строку нашего файла. Выглядеть это будет таким образом. Еще один способ – это прочитать файл построчно, воспользовавшись циклом for. И давайте это тоже сделаем для примера. Нам нужно определить данный цикл. Определим line, что будет означать строку inFile. Ну и, соответственно, будем выводить построчно данный файл. И давайте посмотрим на результат. Как видите, у нас только появились, так скажем, это параграфы. Соответственно, вот в этом вся разница использования разных методов. И давайте теперь поговорим про запись в файл. Чтобы открыть текстовый файл на запись, необходимо применить режим w, перезаписать или a, это до запись. Затем для записи применяется метод write, в который передается записываемая строка. Стоит отметить, что записывается именно строка, поэтому если нужно записать числа или данные других типов, то их предварительно нужно конвертировать в строку. И давайте это сделаем. К примеру, давайте дозапишем в наш файл еще какую-то информацию. Для этого нужно использовать в контексте переменной файл функция write. И далее давайте дозапишем здесь hello world и посмотрим на результат, который у нас получится. Соответственно, в консоль сейчас у нас ничего не вводится, а можем посмотреть, что в конец данного файла у нас добавилась данная строка. Этот файл можно открыть в любом редакторе и при желании изменить. Хорошей практикой при работе с файлами является применение оператора viz. При его использовании нет необходимости закрывать файл при завершении работы. Эта операция будет выполнена автоматически. К примеру, давайте это сделаем. Оператор viz. Далее мы используем функцию open. Файл. Давайте сюда же это все скопируем. И здесь мы как раз прочитаем. s. Поставим переменную f, к которой мы потом можем обращаться. Ну и далее с помощью цикла for выведем построчно данный файл. Соответственно, здесь у нас получится такое условие. И посмотрим на наш результат. Соответственно, вот что у нас вывелось. Но здесь есть одно но. Да, у нас еще раз добавилось hello world. Что можно сделать, чтобы hello world записывалась для новой строки? Все очень просто на самом деле, так как дозапись выглядит как добавление строки к последнему символу в файле. Поэтому, если необходимо сделать запись с новой строки, то можно использовать escape. Последовательность. Выглядит она таким образом. Давайте ее запишем. Мы ставим обратный слэш и букву n. Давайте перейдем в консоль. Вызовем опять данный файл first.py. И, как видите, hello world у нас дозаписалась уже с новой строки. Думаю, что разница наглядно видна. Еще один способ записи файл представляется благодаря стандартному методу print, который применяется для вывода данных на консоль. Для этого мы откроем еще раз файл. Только здесь мы добавляем... Здесь мы ставим r. Далее режим a append. Здесь мы пишем print hello world. Соответственно, строка, которая мы хотим, чтобы была дозаписана. И вторым параметром мы ставим файл, в котором это все будет сделано. Файл f. Соответственно, мы добавили данную запись. А в целом для этого видео у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк этому видео. До новых встреч. Всем огромной-огромной удачи и пока.